Юлия Иванова и ее дочка Ульяна комфортно себя чувствуют после операции. Когда мама узнала про диагноз ребенка, врожденный порог сердца, сразу стала выбирать место для лечения. Среди вариантов были и другие российские города и даже европейские страны, но выбрали Самару. В первую очередь, естественно, мы выбирали по принципу, где надежнее, где нам больше нравятся врачи, где мы больше доверяем. Комфортно все очень, чисто очень, очень доброжелательный персонал. Врачи вообще, на них можно молиться. Нам все нравится. Чтобы подарить своему ребенку счастливую жизнь, не нужно собирать баснословные деньги для лечения в Германии или других странах. Уникальные операции, спасающие жизни самым юным пациентам, делают и в Самаре. Для жителей региона абсолютно бесплатно. Никаких платных моментов абсолютно не присутствует. Все покрывается либо системой ОМС, либо системой высокотехнологичной медицинской помощи. За жизненно необходимой помощью обращаются и граждане стран ближнего зарубежья. Им операции и восстановление оплачивают благотворительные фонды. Работа в детском отделении кардиодиспансера построена так, что очередей нет. У нас очереди нет, у нас есть лист ожиданий, потому что не все пациенты требуют сразу вмешательства после постановки их на учет. И есть этапные дети, которые требуют в разные возрастные периоды операции. Хирурги диспансера заслужили доверие долгой и успешной работой. Говорят, методы проверены и изучены, менять их нет смысла. Но на месте врачи не стоят. Каждый год проводят до 10 новых операций. Во многих, скажем так, разделах детской кардиохирургии мы велосипед не изобретаем. Если он опробирован временем, этот метод, то зачем же изобретать новое, если уже ясно, что через 20 лет этот человек живет хорошо, значит, ему была правильно сделана операция, когда он был маленький. Всего в кардиологическом диспансере проводят до 300 операций в год самарским малышам с врожденным пороком сердца. Еще до 60 уникальных хирургических вмешательств делают пациентам из других регионов. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События.